Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь», серия передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуйте, все. Здравствуй, Ницем Азос. Здравствуйте. Сегодня мы рады, что вы с нами и хотели бы научиться у Рава Лайтмана, как можно сделать нашу жизнь здесь, в Израиле, по-новому. Как построить ее, как сделать так, чтобы каждый вставал утром и чувствовал, что он связан с другими людьми, что есть между нами хорошие и добрые связи, что мы не защищаемся, и каждый находится в своем углу, а мы все вместе. Чувствуем добро. Это великая мечта, и Раф Лайтман учит нас, как сделать израильское общество как одну семью и дать пример всем людям, как мы можем жить как одна семья, все вместе. Эту тему мы рассматриваем, и чтобы понять, что значит быть как одна семья, мы выбираем каждый раз новый аспект из еврейской культуры и стараемся рассмотреть, исследовать его, посмотреть по-новому, не оглядываясь назад, а всматриваясь вперед, посмотреть, как можно создать между нами нечто новое, теплое, объединяющее. И наша тема сегодняшняя — это Иерусалим. Ницца, веди нас в тему. Итак, Иерусалим — город, который всегда волновал нас, всегда был сердцем надежд, сердцем чаяний, стремлений. Всегда мы молились прийти и подняться. Постоянная молитва была в следующем году в отстроенном Иерусалиме. Это нечто, что переходит из поколения в поколение. Иерусалим — это особый символ относительно народа Израиля. Сегодня мы хотели бы побеседовать с вами о внутреннем смысле Иерусалима. Почему этот город так пробуждает нас, так волнует нас, чувственно, и вообще во всех отношениях, когда мы думаем об этом городе. И первый вопрос. Что этот город значит относительно народа Израиля? Во-первых, кто такой еврейский народ? Это группа людей, которая отделилась от жителей Вавилона с помощью Авраама. И они почувствовали, что в соединении между собой, в братской любви, они могут выйти из кризиса, который был в Вавилоне, в Вавилонской башне, с отдалением и ненавистью всех. Кризис, который там был, как сегодняшний кризис, который мы чувствуем в наши дни. И это была вся человеческая цивилизация, которая затем рассеялась. Но тогда у них был вопрос, что делать. И перестали понимать друг друга, начались конфликты, проблемы, как и сегодня. Воспитание, культура, отношения между людьми. Все стало рушиться, разрушаться именно в таком хорошем месте. Я действительно на земле не знаю, было ли еще такое хорошее, удобное место. Все было прекрасно для сельского хозяйства. Была рыба в Тибре и Фрате. И все были едины до того, как между ними прорвался эгоизм и начался кризис в Вавилонской башне. И когда Авраам начал исследовать этот вопрос, он сразу же понял, что проблема в том, что у них нет какой-то одной идеи в голове. Это было объединение, как раньше было объединение, но сейчас эгоизм усилился, был эгоистический прорыв, потому что постоянно мы растем в нашем эгоизме, который усиливается с поколения в поколение. И они жили хорошо вместе. И вдруг эгоизм завел о себе, и возник кризис, перестали понимать друг друга. И тогда, когда он исследовал этот вопрос, он был один из знатных людей, из их жрецов в Вавилонских, он понял, что нужно просто вернуться как бы к тому состоянию, как было прежде, и нужно работать над объединением, над любовью. Если человек понимает, что происходит, и здраво смотрит на жизнь, то он видит, что это то, что нужно делать. Потому что это было так же легко. Я не ставлю под сомнение величие Авраама, но это было легко, потому что то, что было до того, и кризис, а после кризиса мы чувствуем уже, понятно, что мы должны вновь быть как братья, как раньше. И они не смогли согласиться, потому что эгоизм уже настолько сильно властен над ними. Все эти расчеты, конфликты друг с другом, они уже не представляли себе, что можно вернуться. Но он мне сделал так, а он так, а я хочу быть над этим. И тогда он взял людей из Вавилона, которые были способны слышать, то есть они были умны достаточно, чтобы понять, что даже если есть во мне разные прорывы эгоизма, я хочу быть в конкуренции, зависть, страсть, почесть, все во мне пылает. Поэтому я с системой понимаю, что это жизнь, и вместе со всеми этими свойствами, которые сейчас пылают, я должен над ними приподняться. Все преступления покроют любовь. Эти преступления, где я хочу идти по головам и так строить свои отношения, как бы правильные, в кавычках, с миром. Нет. Я должен покрыть это любовью. Это то, что Авраам рассказал всем, распространял свою методику всем. И кто пришел, тот пришел. Связь между всеми, от недависти к любви, строилась постепенно. Уровни эти называются построением земли Израиля. Желание полностью к любви, к единству. И когда строится такое единство, есть в этом множество процессов. Прийти к любви из ненависти непросто. И в этих связях, когда строят на фоне ненависти, строят любовь, это как мост, который строится между всеми, каждый друг к другу. Мост с двух сторон. То получается, что в этих связях все должны соединиться вместе. И когда они соединяются вместе, они называются сердце земли Израиля. Когда все связи между мной, им, между вами, им, и так далее, и так далее. Пока возникает такой зонтик. Там много связей между всеми. Создают свои тесные связи. В этой интегральности создают зонтик, купол, который называется «Все преступления покроют любовь». Это покрытие. А центр этого купола – это Иерусалим. И его можно представить, как такую кнопку, пуговицу. Это гора Амурия, храм, святая святых и так далее. Все соединяется в этом эпицентре. А начало подъема от эгоизма к мосту называется «Земля Сион». То есть «Сион» – это слово «Иция», выход, когда мы выходим из эгоизма и строим новое желание. Что такое эгоизм? Взаимное отторжение. Это зависть, страсть и почесть и власть. Это такие вещи, где я хочу использовать ближнего ради своей пользы и ему во зло. Как можно больше себя на благо, ищу дополнение «Как можно больше ему во зло». Это добавляет прелести. То есть эгоизм – это то, где каждый отталкивает другого, и он начинает ощущаться при условии, что ты хочешь сблизиться с Высшим, и тогда ты начинаешь чувствовать, насколько твоя природа не позволяет тебе это сделать. Это называется эгоизм. Не просто я хочу съесть два обеда, или я хочу спать целую неделю, то есть лентяй, транжира, или… Нет, 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 эгоизм – это использование другого для собственной выгоды ему во зло. Вот это. Это эгоизм. То, что противодействует против объединения. Поэтому выход называется «Земля Сиона», то есть «Желание выйти из эгоизма». И когда мы строим «Желание выйти из эгоизма», «Желание любить» – это этапы. Прежде всего, «Выйти», «Желание выйти», а затем из него оно становится «Желанием к связи». «Желанием выйти из эгоизма», следующий этап – «Желанием к связи», следующий этап – «Быть зависимы друг от друга», «Поручителями друг к другу» и «Любящими друг друга». И тогда, когда это строится, когда мы стараемся это сделать, тогда есть разные этапы, и «Земля Сиона», и ее центр – «Сердце Иерусалима». Это есть символ того, что мы должны построить между собой в нашем мире, в наше время, из всей ненависти, зависти, почестей, власти и вообще общего кризиса, который нас преследует сегодня. И расширяется, он никуда не исчезнет, как хотят нас успокоить. И ничто не случится, пока мы, именно иудеи, соединимся так, чтобы захотеть сначала понять, что мы должны выйти из нашего эгоизма и соединиться между собой. И тогда это называется, мы строим землю Сиона в связи между собой. Не то, что мы географически тут живем. А мы хотим прийти к состоянию любви, соединения, и это называется Иерусалим. Есть такое выражение «Поднять Иерусалим во главу радости моей». Да. Что означает «Поднять Иерусалим во главу радости моей»? Потому что я должен прийти к состоянию, пока что тяжело это представить человеку, когда самая большая радость в том, если все мы находимся во взаимной любви. Но действительно нет лучшего состояния, более совершенного, когда все близки друг к другу, все чувствуют друг друга, все уверены, чувствуют безопасность, взаимное поручительство. Это вещь. Это действительно большая радость. Нет больше радости, чем приподняться над этими расчетами. И тогда исчезает понятие «этот мир», потому что этот мир воспринимается нами как нечто, место, где мы постоянно должны работать, и беспокоиться, заботиться, бояться, все время быть в постоянных бегах от разных проблем, и как это погасить, это исправить. А здесь мы говорим о хорошей земле, широкой, которая излучает на нас добро, благоденствие, спокойствие. Мы чувствуем, что даже земля и сам Иерусалим имеют такое особое излучение, такое влияние, когда человек чувствует, что это уже не этот мир, к которому мы привыкли. Есть также явление в Иерусалиме особенное. Когда люди, которые приезжают в Иерусалим, они чувствуют, что там даже есть особенная вибрация, и так оно и есть действительно. Потому что это место, где, скажем так, высший мир, если можно так сказать. Что означает высший мир относительно этого? Любовь, связь между нами. находится в скрытии, но есть там, как бы в потенциале. Это как будто память. Не только память. Нет памяти, нет времени. Это есть и сейчас, но мы должны раскрыть его. Что находится? Есть сила любви. В Иерусалиме? Конечно, в этом месте. Если мы раскроем его, то почувствуем, что каждый находится в земле Израиля, а затем из нее на весь мир. Это есть понятие того, что земля Израиля распространяется по всему миру, как земля Цви. На подходе к Иерусалиму есть это особое ощущение, все ее чувствуют. Это не просто психология. Это не психология. Туда приезжают люди без всякой подготовки. И это известно, такое явление. Конечно, это зависит от чувствительности человека. Если он местный житель, то он чувствует себя по-другому, чем тот, кто только что приехал. Но это происходит. Это как будто там есть как будто суть, суть силы любви. Нет, это именно та сила любви и соединения, которые мы в будущем должны раскрыть. И в Иерусалиме именно она раскрывается покрытая, то есть в противоположном виде. Поэтому это город, который проявляет себя как в борьбе. Постоянные конфликты между религиями, конфессиями, группировками. Я говорю даже о сегодняшнем дне. Если мы между собой, как евреи, начнем вести себя по всему Израилю, а затем в Иерусалиме, я не верю, что в Иерусалиме это будет раньше, чем в других местах. Это место самой большой клепы. Это место самых больших противодействующих сил. Конфликт между ними самый серьезный. Если мы постепенно по всему Израилю вокруг начнем покорять Иерусалим любовью, то мы достигнем успеха. Постепенно. И тогда действительно увидим город Давида в другом свете. В течение лет этот город прошел много падений, покорений, много всего. Вы очень красиво описали эту систему связи, которая была между людьми. Это прекрасная система связи, что каждый строит мозг к другому и чувственно над тем, что нас разделяет. Как это вдруг? Что случилось, что это упало? Почему мы построили мост? Что случилось с ним? Это падало несколько раз. Авраам построил группу, которая стала одной большей семьей. Пока что не народ. народ. Но в поколениях, которые называются Абрамы, они построили это и так жили. Это еще не называлось народ, потому что народ стал после дарования Торы, после выхода из Египта. Смысл этого? Нет, но прежде всего вышли из Вавилона из кризиса, построили купол, связь между ними. Затем вновь проснулся эгоизм. Это называется, что находятся в Египте, негеографически. Это означает, что Египет властвует над ними. Фарон властвует над ними, ненависть властвует над ними, и они не могут понять так же хорошо друг друга, и испытывают разные неприятности. рядом с ними были египтяне, а египтяне, это чуждая сила, как в Вавилоне, так была между ними. И этот купол разбился. Поэтому это называется, что египтяне властвовали над ними, что они властвовали, что эгоизм прорвался, и все связи, все хорошие вещи, которые были, разбились между человеком и его ближним. Когда это начало разбиваться еще с конфликтом между сыновьями Якова и продажей Иосефа этими вещами еще оттуда. Затем, когда увидели, что невозможно так даже продолжать, они справились с этим. Был Моше, как Авраам, лидер, и как-то соединил их, по крайней мере, для того, чтобы приподняться над ненавистью, над фараоном, над Египтом, внутри их сердец. Все это в сердце человека происходит. И тогда считается, что они убежали из Египта, вышли из Египта, то есть из-под власти эгоизма, по крайней мере, приподнялись над этим. И сегодня мы преодолели, мы говорили об этом, мы сделали разные действия, такие, что мы сегодня уже перестали друг друга ненавидеть. и называется, что они вышли из Египта. Затем начали работать над собой, строить этот купол. Все преступления покроют любовь. И построили его. И символ этого, что они вошли в землю Израиля, построили первый храм, это символ построения связи между ними, сильной, большой. И не смогли в этом удержаться. Вновь увеличилась ненависть. И это называется, что они вышли в Вавилонское изгнание. Там была Эстер и Мордыхай, все эти вещи. Вернулись спустя 70 лет и вновь преодолели отчуждение между ними. И вновь вступили в связь между собой и опять построили купол. Все преступления покроют любовь. Каждый раз относительно любви построили второй храм. И там был большой кризис, потому что даже 24 тысяч учеников Раби Акивы упали с уровня любви на уровень ненависти и тем самым разбился мост между ними и второй храм и вышли в изгнание. Потому что все процессы, которые проходят в этом мире, полностью соответствуют тому, что произошло между нами. Есть между нами связь, находимся в земле Израиля. Есть еще большая связь, у нас есть Иерусалим. Еще большая связь, храм. Если нет, падаем, есть строим. И вышли в изгнание. Сейчас мы находимся уже после изгнания, и согласно нашей традиции находимся перед полным избавлением. изгнанием. И согласно нашей традиции, нашей психологии, также народа и внутренней структуре каждого еврея, мы должны пройти четыре изгнания и четыре избавления. Так мы прошли до сих пор четыре изгнания. Сейчас находимся в завершении, уже вышли из последнего изгнания и находимся на входе у последнего избавления. И вновь мы сейчас должны обновить связи между нами и построить мост друг к другу, построить купол, построить Иерусалим, гора Мурия, храм. Это построится как следствие, всегда это будет как следствие нашего объединения. Поэтому нет смысла сегодня делать что-то построить из кирпичей, и ничего не поможет. Получится здание, там можно будет сделать музей и больше ничего. Потому что нужно подниматься в сердце человека до уровня храма, святой дом. А святой означает любовь, отдача друг к другу. Это то, что мы должны сделать. И мы должны это делать не для себя, потому что сегодня кризис не между нами только, а по всему миру. Поэтому называется полное сбавление. Оно должно быть относительно всего мира. Мы должны быть светом для народов на этот раз. Мы должны показать пример, как строить любовь, связь между всеми. Поэтому весь мир сейчас находится в кризисе. Весь мир испытывает взаимную ненависть и не может договориться и так далее. Это только признак того, что все мы сегодня находимся у входа в наше последнее исправление. Связи, которые мы сейчас построим, и купол, который мы построим, храм в нашем сердце, который мы там возведем, все это будет третьим храмом совершенным и вечным, потому что после этого наш эгоизм больше не будет заявлять о себе, не будет прорываться. Он должен прорываться и давать нам шансы на фоне еще большего эгоизма построить купол мира четыре раза, потому что в природе человека тоже есть такие уровни неживой растительной животной говорящей. И в первый раз поэтому нужно должно быть четыре изгнания и четыре избавления. На неживом уровне эгоизм проявляет себя, мы строим купол, затем на растительном, на животном и на говорящем. И так мы вырабатываем весь наш эгоизм. Ему более некуда прорываться и тогда благоденствие навечно. Я бы хотел вернуться к этому состоянию доброй связи между людьми. В период, когда мы были объединены, между нами была любовь, мы чувствовали, что мы все находимся в одной сети добра, тепла, света. В тот период, когда Иерусалим был отстроен, все поднимались в Иерусалим три раза в году и рассказывают так символично, что со всей стороны приходили люди в Иерусалим и жители Иерусалима, поскольку у них были открыты сердца, они всех принимали в своих домах бесплатно и так три раза в год. И когда мы смотрим сегодня на расстоянии многих лет, то нет никакого сомнения, что народная чистота была иной, связь между сердцами была совершенно другой, и сегодня мы не можем совершенно это себе представить. Если мы представим себе такую картину, что три раза в год весь народ собирается в Иерусалиме, и каждый открывает свой дом, свое сердце, и все устраивают такой большой праздник любви, объединения, связи. Я хотел бы, чтобы мы эмоционально погрузились бы в эту атмосферу. Что происходит там между людьми? Что они чувствуют? Что творится в их сердцах? Какой мир между ними, который мы сегодня не ощущаем и не знаем? Я не знаю, как сказать. Для меня примером служит мать, которая принимает у себя в гостях всех своих детей, со всеми их семьями, со всеми внуками, и у нее есть достаточно большой дом, чтобы всех принять в гости, у нее есть достаточно еды и спальных принадлежностей, и как она рада, что все приходят к ней три раза в год, и все у нее гостят. я так могу представить это? В наши дни у нас нет иного символа любви, кроме матери и детей, поэтому это я всегда привожу как пример, и как тогда принимали жители Усалима весь народ со всех регионов Израиля в Иерусалиме? Допустим, я пришел из Цфата, и я пришел бы в Иерусалим, я бы там гулял всю эту неделю, и когда все приходят в Иерусалим, что бы я ощущал в воздухе? Что бы у меня возникло тогда в тот период, когда вокруг меня была такая сеть безопасности, заботы? Безопасность, конечно, была. В те периоды, когда мы собираемся вместе, когда мы связаны вместе, нет никакого страха от со стороны врагов. Никто не может нам ничего сделать, плохого, даже коснуться нас не может. Об этом нечего говорить. Это сила любви, объединение между нами, служит счетом, защищает нас, не знаю, как сказать, на миллион процентов. Это нет никакого сомнения в этом. А здесь говорится о действии, вызванном фактором времени, когда мы поднимаемся три раза в год. это нечто особенное, не знаю, как сказать. Это нечто собрания всего народа с любовью, с объединением, в единстве для изучения. Они учились и обучали, и это не просто так приезжали. Там были суды, школы, народ проходил тогда хорошую встряску такую, интенсивную очень. Во-первых, все вместе, в одном месте. Это непросто, ты прав. Но все вместе настроены на это, хотят подняться, хотят раскрыть еще больше связь взаимную. Из привычки, занятий. Это было нечто, оно и управлялось так же койнами и левитами, это не просто так. Там были и полицейские, и распорядители. Организация была очень сильная. И было понятно каждому, что он приезжает для того, чтобы принести жертву, то есть его желание быть ближе ко всем. Ты не можешь принести жертву с грешными, чуждыми мыслями, вопреки другим. Жертв означает, что во мне есть что-то в моем эгоизме, что пока что нечисто, и я хочу его тоже наверняка покрыть любовью. И тогда я как бы приношу эту жертву, я хочу работать над этим, исправить это в себе. А внешняя жертва, когда я приношу там голубя, рыбу, хлеб, вино, неважно что, может быть даже какое-то животное, животного вида. Это лишь признак того, что я чувствую, что мой эгоизм на каком-то уровне эгоизма я пока еще не чист в своем сердце к ближнему. Либо на неживом уровне, либо на растительном, либо на говорящем. Так я тогда приношу жертву. От слова жертва курбана слово близкий. Это описан весь этот процесс в литературе и в возможных источниках, которые описывают это событие, что все собираются с востока с запада в одном месте. Такой процесс сплочения особый. И часто описано, что присоединялись также и неевреи. Какое-то чудо, что происходило. И даже многие принимали еврейство в течение этого процесса. И действительно описано, как вы упомянули, левиты и коины. Был некий идеальный порядок. Все приносили жертвы. Если все любят друг друга, конечно, никто не толкает другого, никто не отталкивает, не пренебрегает. Это понятно. В таком случае все приходит в порядок. Когда стоят вплотную и падают ниц. В проходы. Есть место для всех. Понятно. Взаимодействие, любовь и объединение. Сердце понимает. Не нужно объяснять, не нужно кричать громкоговорители, не нужна полиция, хотя порядок был, но все же это было из готовности сердца. И отсюда мы можем понять, почему они чувствовали уже за много лет до разрушения храма, что приближается разрушение. Как почувствовали? Потому что уже не было правильного порядка. Чувствовали, что меньше понимают друг друга, отдаляются, начинают уже играть в объединение, в любовь. То есть это симптомы проявляются? Да, уже не настоящий первосвященник, уже так немножко себя кладет в карман, и разные такие вещи уже начинают происходить. То есть признаки падения. и как не хотели люди, особенные мудрецы, чистые от эгоизма привести в порядок, не получилось. И поэтому уже были эти признаки задолго, за 70 лет до разрешения второго храма, уже чувствовали это уже не то, что катастрофа приближается. Весь этот идеальный порядок и объединения, которые были потихонечку стали разваливаться. Да. Уже любовь народа и почести, которые народ воздавал Коэну, потому что он был великий, действительно, в его отдаче, любви, на его духовном уровне, в выражении его любви. А потом это величие уже покупали за деньги. То есть уже был кризис. Он уже был, лишь еще не проявился между всеми. А затем это распространилось сверху вниз и в простой народ. Когда вы рассказали это сейчас, это напомнило мне в чем-то период, когда Иерусалим еще раз был захвачен в наше время. Есть отрывок, который написал солдат, солдат, участвовавший в завоевании Иерусалима, очень волнующий. Итак, он пишет, потихоньку я начал приближаться к стене плача, и кто-то сказал молитву шейхи яну. И я не мог сказать амэн. Я только положил руку на камень и слезы, которые лились из моих глаз, были немые. Это были слезы надежд, молитв, хасидских песен, танцев, слезы, которые прожигали серый камень. Это напомнило мне нашу действительность, когда я смотрю то, что солдат сказал, написал не так давно. Недавно в войне за независимость. Может быть, он пишет о шестидневной войне? О шестидневной войне, извините, да. И ощущение, которое там было, оно даже не подобно тому, что мы чувствуем сегодня, когда Иерусалим у нас в руках. То есть, то, что вы описали, что ощущение уходит и исчезает. Сегодня мы не чувствуем. Не чувствуем, потому что мы не владеем Иерусалимом. У нас нет власти там. Там есть власть разных чужеродных сил, и мы не можем сказать, что мы там властвуем. Что это за чужеродные силы? Чуждые силы есть. Восточный Иерусалим, Западный Иерусалим, есть представительства разных церквей, есть международный статус особенный. Мы там не властвуем. Не властвуем, имеется в виду, народ Израиля не владеет Иерусалимом, потому что нет пока народа Израиля. Народ Израиля означает народ, который связан взаимным поручительством, как мы стали народом тогда, когда получили, приняли на себя закон возле Биближнего как себя выполнять его, приближаться к нему. Возле горы Синай, чтобы у нас было поручительство и соединение между нами, возле Биближнего как себя. Мы не идем по направлению к возле Биближнего, к выполнению этого закона, поэтому мы не называемся народом Израиля пока что. Естественно, что не называется, что мы находимся в земле Израиля. Земля это слово желание. У нас нет желания достичь взаимной любви, построить связь, купол любви, который покроет все наши трудности. Поэтому Иерусалим это не Иерусалим, это город, где чувствуется что-то особенное, но это скрыто. Это не тот город, не та атмосфера, не то свечение, которое там должно быть в таком месте, если бы мы организовали между собой связи любви, если бы мы приблизились к правильным связям между собой, то мы бы успокоили все, что есть в этом городе, и вообще в регионе, и вообще в мире, кругами. И разумеется, что вдруг раскрылось бы очень особенное состояние, когда те же самые арабы, те же самые христиане, все остальные пришли бы к нам и попросили бы построить третий храм. Это же написано у пророка. И возьмут народы сынов Израиля на свои плечи и придут в Иерусалим строить храм. Это то, что случится при условии, если мы будем достойны построить этот символ любви в объединении всех, потому что мой дом наречется домом молитвы для всех народов. Мы будем светом для народов, мы должны и им показать, что такое связь, и выйти из кризиса, и построить правильную жизнь. То, что вы говорите, то есть в любом другом месте в мире его можно покорить, например, войной и силой, то завоевание Иерусалима физическое. Поэтому никому не нужен он. Что значит никому не нужен? Тот, кто захватил его, ну и что с ним сделал? Ничего. Никто там ничего не строил. Хотели римляне построить, греки хотели построить. называли это своими названиями, но в конце концов ничего там не получилось. Это город, который никто не может починить своей власти, кроме как в том случае, если он будет подобать тому месту, тому городу, то есть он прежде всего должен овладеть силой любви. То есть покорить Иерусалим это значит что? Что прежде всего мы овладеваем Иерусалимом в нашем сердце. Это наше сердце, каменное сердце становится сердцем из живой плоти, хотя внутри каменное сердце, но мы делаем это как сердце из плоти, отношением к ближнему. Я хочу немножко поговорить о важности Иерусалима и мира. Вы прежде упомянули, что народы мира являются частью нас и находятся тоже в Иерусалиме. Иерусалим является пупом земли, центром мира, и это особый город относительно всех народов. Что делает этот город центром мира, местом, куда устремлены глаза всех? Как будто все хотят покорить этот город, все хотят быть там, иметь часть в этом городе? Иерусалим, которым мы хотим овладеть, это потому что никто не знает, что там есть. Никто. То, что арабы построили свою мечеть, христиане построили и разные религии, это не то. Есть внутреннее стремление той силы, которая осталась от силы любви, от силы объединения, это высшей природы. Наша природа это злое начало. Там было высшей природы, в свое время была сила, и к этой силе люди стремятся. стремятся. И когда они к этому стремятся, они не знают почему. Не знают почему. Всему в нашем мире есть свое место, выражение. Поэтому географическое место это, оно все же получило отпечаток, само место. Когда-то в этом месте властвовала любовь. И поэтому есть у каждого человека в мире более-менее, либо он приезжает туда, либо он знает, либо им рассказали, выучил, но в каждой культуре, скажем так, есть стремление к Иерусалиму. Интересно, я был в Южной Америке и встретил индейцев настоящих, которые живут там в Андах. Они мне рассказали, они мне рассказали, они сказали, что в их культуре тоже есть такие вещи, что есть еще одно место, евреи, не совсем наши имена, но есть такая вещь. интересно. Это индейцы, которые без электричества, без сотовой связи, ничего, живут такие, очень приверженные своей культуре. У них есть также листья коки, и овцы, и все. И они знают. Они знают. Даже они интересны. То есть это происходит, это знание и желание, даже подсознательное почувствовать близость к Иерусалиму? Им рассказали, что приезжает такой, как я, и они проехали 160 километров, спустились с гор, для того, чтобы со мной встретиться. Я тоже специально проехал, но для того, чтобы с ними встретиться, потому что мне рассказали об этом. Поехал тоже, это было в Колумбии. Специально заехал в такую страну, но не очень приятно, и специально поехал в это место, где я их встретил. Что они хотели узнать у вас? Что они хотели слышать? Прежде всего, о единстве, о любви, о взаимности. Об этом не нужно рассказывать. Это каждый понимает из сердца. о том, что приближаются тяжелые времена, когда нам придется именно с их помощью повлиять на исправление мира, и с помощью исправления мы достигнем мира любви и благоденствия. Это человек чувствует из сердца, что так должно быть. в особенности, если он живет на вершине горы, на природе, он чувствует, что так по природе вещей. И это то, что есть. Как возможно правильно объединить все культуры, все религии, всевозможные народы вокруг Иерусалима? Это естественно, потому что та сила объединения, которая вышла из Вавилона и начала строить это понятие любовь, она увлекла их географически из Вавилона в землю Ханан, где мы и находимся сегодня. И весь Вавилон, который не хотел идти к любви, к объединению, рассеялся по всему земному шару, кроме Иерусалима, кроме земли Израиля, кроме места единства, как будто вокруг этого. И сейчас, когда мы возвращаемся по всему земному шару, возвращаемся к кризису, который был тогда, но не на неживом уровне, а на уровне уже после растительного и животного наговорящим, и мы возвращаемся уже в масштабах всей земли, этот кризис нас хорошо встряхивает. Нам не нужно более строить Вавилонскую башню, мы более не хотим достичь небес, мы даже на земле не можем построить себя, организовать себя более-менее приемлемо, чтобы жить просто. И тогда мы здесь находимся в ситуации, когда Иерусалим, Хананская земля, его нужно обратить в землю Израиля, если народ Израиля, мы еще не народ Израиля, мы как бы народ Израиля, народ Израиля называется, что мы стремимся к братской любви, весь Израиль товарищи, если мы стремимся к этому, мы строим себя народ Израиля, то есть правильно связаны путами любви, тогда мы становимся из просто народа, из просто обычного народа в святой народ. Святой означает взаимная отдача. Святой означает взаимная отдача. Как мы говорим невесте, ты посвящаешься мне, то есть мы говорим о взаимной отдаче. И мы приходим к любви, и тогда это место, где мы находимся, изменяет название с Хананской земли на землю Израиля. И уже там есть все признаки любви. И в земле Израиля есть как неживое растительное животное говорящие, такие круги. Неживое, растительное, еще более сильное животное, еще более сильное говорящее. И это уже место Иерусалима. И в Иерусалиме есть четыре части до горы Мурия и храм и святая святых. Таков порядок. И тогда, в конце концов, мы обращаем Вавилонскую башню в храм со всей любовью, которая оттуда распространяется на весь мир. И так мы переходим к полному избавлению, и это есть воссозданный Иерусалим. Мудрецы сказали давно, много лет назад, что в будущем Иерусалим соберет в себе все народы и все царства. Да. Физически, конечно, нет. Имеется тут духовное понятие. Ты уже хочешь побежать туда построить гостиницу, чтобы принимать туристов? Я полагаю, что не будет так много места, то что имеется в виду, что в будущем Иерусалим соберет в себе все народы и все царства? Сердце, любви, нужно объединить все сердца в одно сердце. И то духовное понятие. Никому не нужны камни, а у тебя есть они и сейчас. Тебе нужно, чтобы это понятие жило во всех. Не только в тебе и во мне, а во всем народе Израиля, а по всенароду Израиля, во всех 70 народах мира, то есть в каждом до одного, на равных. Это означает, мой дом наречился домом молитвы для всех народов. Что значит, что все будут в равенстве? Любовь, возлюбие ближнего, как себя. Храм. Это очень большая тема. В чем значение построения возрождения храма в Иерусалиме в наши дни? В чем смысл этого? Смысл того, что если мы приходим к построению храма в нашем сердце, и как наше сердце состоит из разных полостей, разных каналов в сердце, можно объяснить это очень хорошо. Рассмотреть устройство сердца и устройство храма. Это подобно, но другому. Но если мы приходим к состоянию, когда наше сердце наполняется любовью ко всем, то оно называется храм. И тогда, соответственно этому, мы переходим к пониманию, как построить храм. Мы не должны изучать историю, как это было построено. Как строил Бицалель? Скинию. Они были мудрые сердцем. У них была мудрость в сердце. Он чувствовал и знал, что такое выражение любви. Иерусалим в нашем сердце? Между нами? Где этот город? Где находится Иерусалим в этой системе связи между нами? Мы строим общее сердце. Давайте представим это. Мы говорим, что сегодня все так связано, и все мы влияем на всех. Мы живем как будто в одной сети. Да. И в этой сети, большой, которая охватывает каждого человека, если он находится в какой-то точке этой сети, и все точки создают единую сеть. Да. Но эта сеть, когда она раскрывается сегодня все больше и больше, она раскрывается как неисправленная сеть. Связи плохие. Поэтому ты чувствуешь кризис. То есть связи все равно существуют в любом случае, только они искажены. В прошлом эти связи не раскрывались. Они были, но не проявляли себя. А сегодня, как будто кто-то задействует эти связи, включает свет все больше и больше. И тогда мы чувствуем, как мы находимся друг с другом во все более неисправленном виде. И тогда мы должны, по крайней мере, в той мере, в которой сеть раскрывается в неисправленном виде, исправить ее. Это означает, все преступления покроют любовь. То есть продолжать протянуть в этой сети правильные нити связи, любви. И тогда мы почувствуем, когда мы будем действовать по любви друг с другом, что эта сеть, как сердце, общее. И это называется храм. Вся эта сеть связи между нами. Мы живем в ней. И там есть место, действительно, для всех. Потому что все, населяющие мир, находятся в этой сети. И все, все, как написано о храме. Мой дом наречется домом молитвы для всех народов. Это будет, действительно, дом Творца. Творец – это природа, любовь, сила добра, связи, которая должна раскрыться. Где место в этой сети? Эта сеть также? Я понимаю. Ну, спроси. В этой сети? Как я должен представлять себе эту сеть? Это как паутина? Или как что? Нет, я советую представлять это как шар, состоящий из связи, связи, связи. Это внешний шар. Затем внутренний шар. Еще были внутренние, еще были внутренние. Допустим, есть четыре шара. Неживое, растительное животное человеческое. По типам людей. По типам желаний у людей. Есть люди с желаниями менее эгоистическими. И более эгоистическими. Люди, которые так по природе, меньше эгоисты. Они находятся во внешнем шаре. Более внутренние – больше эгоисты. Еще больше, еще больше эгоисты. Самое эгоистичное – это внутренние. Но когда исправляют себя, они действительно самое внутреннее, самое сильное. Неприятно сказать. Я думаю, что во внутреннем шаре находятся евреи. Ты прав. Я хотел спросить в этой модели. Где место Иерусалима в этой сети? Это интересно. Что такое Иерусалим в сети? На самом деле все, потому что, послушай, все эти шары и весь этот рисунок хорош на время исправления. Когда мы сейчас с Божьей помощью сегодня и далее начнем устанавливать хорошие связи в мире, потому что нет выхода. Когда все видят эту форму будущую, которую мы должны принять, если нет, нам будет плохо, и за дня в день нам будет хуже и хуже. Мы это видим. Если бы мы сейчас начали вступать в такие хорошие связи друг с другом, все, И когда мы все, каждый закончит свое исправление со всеми, все эти шары станут одним, в котором нет никаких различий, ни между кем, и все находится в совершенстве. Равенство. Совершенство тотальное, просто совершенно и все. Это называется полное исправление природы человека. И на этом мы приходим к покою. А где же Иерусалим в этой модели? Покрывает все. Как будто не то, что они толкаются в Иерусалим. Иерусалим расширился настолько, что покрыл всю землю. Наше время подходит к концу. Я бы все-таки хотел, чтобы вы сказали несколько слов об этих удивительных выводах, о связи и любви между нами через это понятие Иерусалим. Буквально два предложения, потому что у нас осталось полминуты. Стремиться к любви, к объединению между всеми, тому, на что направлял Авраам, направлял всех. Это называется стремиться к Иерусалиму и в сердце, и к его построению правильно в нашем мире. Надеюсь, что эта форма будет в сердце мира, и так мир придет к покою. Больше сказать нечего. Любовь, которая пребывает во всех, называется отстроенный Иерусалим. Большое спасибо вам, Раф Лайтман, спасибо Ницамазос. Спасибо. Спасибо и вам за то, что вы были с нами. Любовь. Всего доброго, до следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»